В данном уроке я расскажу вам о разнице между рендерами Blender Render и Cycles Render и почему я использовал в предыдущих уроках именно последний Cycles. По умолчанию, когда вы запускаете Blender, у вас выбран первый рендер Blender Render. На вкладке Render вы видите следующее меню с определенными опциями. Если вы изменяетесь на Cycles Render, то какие-то кнопки у вас появляются, какие-то исчезают, новые меню появляются. Ну и, соответственно, здесь уже абсолютно другие настройки. Расскажу немного истории. До 2011 года, по-моему, да, до 2011, в Blender Cycles Render отсутствовал, был только встроенный рендлер, его еще называют Internal. Его разработчики усовершенствовали, добавляли новые функции, исправляли существующие баги и так далее. Но, получается, в районе 2011 года они решили, что он свое отжил, необходимо искать ему какую-то замену, и выбор пал как раз-таки на Cycles Render. Он был более гибок, более функциональным, и в блоге одного из разработчиков даже есть статья за 2011 год, где они пишут, что целью Cycles Render в течение одного-двух лет вытеснить постепенно встроенный рендер Blender Render, и затем, соответственно, уже полностью Blender откажется от данного рендера и перейдет на Cycles. Сейчас уже на дворе 2014 год, то есть за один-два года полностью вытеснить его не получилось. Сейчас я еще расскажу, по каким причинам. Но на 90%, наверное, уже Cycles заменил все возможности Blender Render, и время, когда первый полностью уйдет из сцены, уже совсем рядом. Изначально Cycles Render использовался как дополнение для Blender, и он до сих пор таковым и является. Если перейти в настройки Blender, вот у меня вкладка «Аддоны». Здесь выбрана категория «Рендер». Мы видим, активирован Cycles Render Engine. Если данную опцию убрать, то он перестанет быть доступным для рендеринга. Уже относительно давно данный аддон включен по умолчанию, и то есть когда вы устанавливаете новую версию Blender, он здесь сразу же присутствует. Самое основное их отличие, так как это рендеры, это настройка материалов с их помощью. Я всегда вам на Cycles Render переходил на вкладку материалов, показывал вот такое меню «Превью», кнопочка «Уз Нодс», и здесь вот такой интерфейс с типом шейдеров, и их последующей настройкой. Еще и говорил, что производится настройка в основном в окне «Нод Эдитер». Если вы выберете Blender Render, здесь у вас появляется абсолютно другое окно. Если вы не нажимали кнопку «Уз Нодс», вот так оно выглядит. Окно «Превью» выглядит по-другому. Здесь совсем другие меню. «Дефьюз» — это тот же нод «Дефьюз». «Спекулар» — это аналог нода «Глосси». «Шейдинг», «Прозрачность», «Зеркальность» и так далее. То есть здесь абсолютно другие настройки, не схожие Cycles с рендером. И также здесь есть вкладка «Текстур». Она есть и в рендере Cycles, но здесь она непосредственно предназначена для работы с текстурами. Здесь мы указываем название текстуры. Здесь мы можем загрузить в качестве текстуры какое-то изображение. Это тот же нод «Image Textures Cycles». Здесь есть меню «Image Mapping». Оно очень похоже на нод «Mapping Cycles» и так далее. То есть у них есть очень много общего. Как ни крути, каким бы рендером вы не пользовались, но текстуры надо как-то позиционировать, настраивать те же самые прозрачности, отражения и так далее. То есть и то, и то там присутствует. Но настройки значительно отличаются. И научившись работать с одним рендером, вы сразу же не сможете создать такой же материал в другом. Также, если перейти на вкладку «Рендер», а сейчас у меня выбран встроенный рендер «Blender Render», здесь присутствует такое меню «Freestyle». Это не фотореалистичный движок. Появился он в «Blender» в версии 2.67. Сейчас на вкладке «Слоев» вы видите, здесь есть два меню. Вот «Слои» и «Passes». Если мы отметим пункт «Freestyle», перейдем на данную вкладку, здесь появляются новые пункты меню. Вот меню «Freestyle», «Freestyle Linesite» и так далее. У меня на сайте есть уже три урока по работе с данным рендером. С его помощью создаются различные чертежи. Мультяшные анимации. В общем, все то, что нереалистичное. Если же вы выберете «Render Cycles Render», здесь этого меню вы не найдете. Также изначально, когда только внедряли «Cycles Render» в «Blender», разработчики сразу же заявили, что он не поддерживает большое количество функций. По сегодняшний день, вот я сейчас записываю вам уроки в «Blender 2.7.0», он не поддерживает полноценно рендеринг огня и дыма. Также вот в данной версии только ввели объемный рендеринг, то есть создание тумана. Данная опция рендерится исключительно на процессоре. А одной из важнейших отличительных особенностей «Blender Render» и «Cycles Render» это как раз таки то, что в «Cycles Render» вы можете производить рендеринг с помощью видеокарты. В уроке про настройки «Blender» я показывал, как включить данную опцию. И если вы выберете здесь в меню «Device» вашу видеокарту, то вы сможете производить рендеринг в 10 раз быстрее, а то и больше, опять же в зависимости от мощности вашей видеокарты. С рендером встроенным в «Blender» данная опция становится недоступна, и рендеринг здесь всегда производится на процессоре. Также в «Blender» есть встроенный игровой движок. Вот он присутствует в «Blender Game». Если выбрать его и перейти на вкладку «Материалов», то здесь вы видите настройка материалов такая же, как и в «Blender Render», так как они используют один и тот же движок. И научившись создавать материалы в «Cycles Render», вы не сможете создать какую-то игру с использованием данных материалов. При создании игр используются немного другие шейдеры, и это также необходимо учитывать. В целом данное разделение создает некоторые трудности и запутанности даже для более опытных пользователей. Новички вообще их постоянно путают. У меня, наверное, дня не прошло с тех пор, как я создал сайт, чтобы я сделал урок, в котором производится рендексер с помощью движка «Cycles», а люди просто включают «Blender», выбирают... У них по умолчанию выбран первый пункт, они заходят на вкладку «Материалов» и не видят тех шейдеров, о которых рассказывается в уроках. Также, как я уже сказал, нефотореалистичный движок «Freestyle», игровой движок, различные возможности, которые присутствуют в старом и в новом. Бывает, в уроках используются две разные сцены, то есть у нас в сцене присутствует сейчас одна сцена, можно создать еще одну. Какие-то части сцены настраиваются в встроенном движке, какая-то часть в «Cycles», потом эти две картинки объединяются с помощью композитинга. В общем, хорошего в этом всего мало. Одно лишь хорошо, что с каждой новой версией Blender вот этот движок «Cycles Render» становится все лучше, все стабильнее, быстрее, в нем появляется все больше и больше новых функций. Ну и приблизительно через год-полтора, я думаю, разработчики все-таки уже откажутся от данного рендера. Возможно, это произойдет в версии 2.8, либо же они додержат его до версии 3.0. Но разработка его прекратилась уже, скажем так, давно. Буквально полгода, может, чуть больше, год назад для встроенного рендера добавили вот эту функцию «Render it», то есть возможность сразу же отрендерить изображение в окне 3D-вида. Так как в «Cycles» она присутствует значительно раньше, а в встроенном рендере ее не было. Ну и больше я так за последний год никаких изменений во встроенном рендере не припомню. В «Cycles» же, если почитать релиз логи каждой новой версии, происходит масса-масса изменений. Вот в следующей версии 2.7.1 появится поддержка рендеринга огня и дыма. Что-то исправят, и оно станет доступно для рендеринга на видеокарте, так как в основном новые функции, которые появляются в «Cycles», они рендерятся сначала только на процессоре, и уже спустя 1-2 версии добавляется поддержка рендеринга на видеокарте. Ну и так далее. То есть такой теоретический урок получился. Наверное, думаю, я вам объяснил, в чем разница между двух этих рендеров. В курсе в этом я всегда использовал только «Cycles», так как за ним будущее. Я решил, что заморачивать вам голову данным рендерам нет никакого смысла. Но в любом случае, сейчас 2014-й, и вплоть до 2015-го данный рендер списывать со счетов еще не нужно. Есть масса-масса замечательных уроков и примеров, когда с его помощью можно добиться замечательных результатов, порой даже таких, которые невозможно сейчас сделать в «Cycles» рендер. На этом здесь я закончу, а в следующем уроке я вам немного расскажу о ключевых настройках этого «Cycles» рендера, что необходимо изменить в первую очередь, перед тем, как выполнить рендеринг с его помощью.